Здравствуйте, друзья! Сегодня буквально несколько слов хотел бы я рассказать вам, поделиться тем, что меня раздражает. Искренне раздражает. Вот никуда не деться, равнодушие мне не оставляет это совершенно точно. Что же это такое? Значит, по радио постоянно передают гороскопы. Ну куда это годится-то? Где мы живем? В каком мире? Страна у нас все-таки, большинство людей, живущих в нашей стране, относят себя к православию, крещены в православной церкви. Ну скажем так, подавляющее большинство, я не буду сейчас там говорить какие-то цифры, тут в ЦИО мерил, тут еще кто, тут в Википедии или там, тут соцопросы. Ну давайте так, без конкретных цифр, но все мы согласны с тем, что большинство людей, живущих в нашей стране, все-таки причисляют себя к вере православной, не крещены в православии. Значит, даже возьмем сюда сегмент мусульман. Они тоже, я думаю, что не сильно рады тому, что по коммерческим радиостанциям передают гороскопы. И это из года в год, из десятилетия в десятилетие. Вот попробуй принеси туда православную передачу, там скажут, ну извините, мы не будем никого, так сказать, обижать. Вдруг мы поставим это, а вот обидятся другие, понимаете, гороскопы ставят. Дальше скажут, например, такой аргумент, у нас не подходит наш формат, у нас формат развлекательный, музыка только и так далее. А что вы гороскопы тогда ставите? И вы что людям мозги компонсируете изо дня в день, из года в год там? Глобальный гороскоп Павел Глоба на связи, и он сидит там, составляет это все дело. Но мне это искренне непонятно. Почему людям, значит, продолжают компонсировать мозги вот таким образом? Что, дескать, звезды поменялись, один человек что-то там составил, написал, передают по радио всем, как у вас там жизнь сложится, день сложится, нужно делать то, нужно делать пятое, десятое. Ну, давайте вот несколько слов с того начнем, что если ты православный, если ты крещеный человек, верующий человек, ну, сразу выключать тогда, я не знаю, ну, не должен верующий человек этим как-то увлекаться, это вот не должно, совершенно точно. Почему? Потому что основа нашей веры-то какая? Мы верим в единого Бога, Отца Вседержителя. С этого начинается наш символ веры. Любого человека православного поймай на улице или в три часа ночи разбуди и скажи, во что ты веришь? Он должен сказать, я верую в единого Бога, Отца Вседержителя и дальше по списку. Вот он, символ веры, основа нашей веры. То есть, Бог, Вседержитель, все держит в своих руках, всем управляет, не звезды, не как там какой-то Павел Глоба умудрился написать или что-то там составить, разделить там эти знаки зодиака, что-то кому-то приплести, какую-то планету там еще что-то, воздух, огонь, вода там и медные трубы. Вот, все составил, написал, отправил. Значит, всем управляет Господь Бог, в это мы верим. Мы не знаем, что будет завтра. Не клянитесь ни небом, ни землею, потому что не знаете, не можете прибавить себе росту даже на локоть там и так далее. О чем говорит Господь? Не задумываемся о завтрашнем дне, там, судьбу свою, не пытайтесь увидеть. Это же тоже искушение, то же самое Еву, искушение знанием, что увидеть, что там будет дальше. Предостеречься, постелить соломку, чтобы было все поудобнее, помягче. Ты сегодня делай, сегодняшний день. Вложи в него любовь, созидание, доброту, крепкую веру и упование на Бога, и завтрашний день Господь тебе даст. Мы не знаем, что нас ждет завтра. И вот в эти басни верить, это, ну, что называть, себя не уважать. Потому что никогда они не приводили к тому, что действительно о чем говорят. Ну, смотрите, даже такой аргумент. Родились два близнеца, практически в одно и то же время. Они живут. У них должен быть один гороскоп практически, а судьбы разные. Понимаете? Потом, эти все звездочеты, гороскопы, они, астрологи, они сколько предсказывали разных там катаклизмов, еще чего-то. Ничего не сбывается совершенно. Может, у кого-то случайно что-то получилось один раз. Но в целом ничего не сбывается. Потом. Все это изначально, когда появилось? Это в Вавилоне появилось. Вавилонские жрецы там строили эти все башни, зеккураты высокие, вот эти вот, где на них забирались, смотрели на звезды, изучали, пытались понять. Значит, что понять? Они верили в то, что звезды – это божества. Да, даже в халдейской религии основные божества – Ваал, Астарта, Иштарта и Римфан. Это, соответственно, Солнце, Луна, Сатурн. Да, по-моему, Сатурн, да. Вот. И они верили, что это божество светило, что они как-то там изменяются, двигаются, и, соответственно, это влияет на людей. Но, извините, мы-то не верим, что это божество. Если человек, если крещен и верующий, он думает угадать что-то через гороскоп, как там себя вести. Но это, извините, это уже… Он таким образом отрекается от своей веры. Именно поэтому, поэтому там правила Трульского собора, по-моему, Ладикийского, святые отцы, там Василий Великий, там эпитемью давал лет шесть, если не больше, или не помню, сколько лет, но была эпитемья вот этим, именно уже астрологом, тем, кто занимался вот этим гаданием, астрологией и так далее. Это все с древнейших времен в церкви говорилось о том, что нам, верующим христианам, этим заниматься нельзя. Даже не просто там не советуем вам этим заниматься. Нельзя этим заниматься, потому что эпитемья, потому что это отречение от веры практически происходит человеку. Вот, это очень важно. И мало кто этим задумывается. В машине едут, там включают, музыку слушают, о, гороскоп, что там мне советуют, значит, с этими больше общаться, тут начальство слушаться, или наоборот, или проявить активность, или еще что-то общие фразы какие-то. Все, на себя ты примерил, уже, значит, согрешил, получается. Уже что-то там представил, чтобы ему получше было. И вот я как-то задумывался над тем, что, а что вообще, почему, ну, как-то люди, Богу редко молятся, обращаются к Богу редко, а вот эти гороскопы, это, ну, хоть с утра до вечера слушай, вот, как-то интерес вызывает-то, почему? Ответ, как-то мне пришел, очень простой. А гороскоп-то там меняться-то не надо, там тебе говорят, что надо делать, и у тебя все хорошо будет шоколадно. Вот, все сложится, отлично. Только следуй этим советам. Не надо свое сердце менять, душу над страстями, там, какими-то работать, чтобы их искоренить, выкорчевать из себя. Все уже готово. Ты оставайся таким, каким есть. А именно, почему, вот, подобные такие развлекательные средства массовой информации, почему они никогда не поставят глубокую, там, православную передачу, там, религиозную, даже философскую? Ну, потому что это людей-то напрягать будет. Им надо же думать. А если касается о вере православной, так надо еще и меняться. Помимо того, что интеллектуальная работа, еще духовная работа. Надо смотреть и заглядывать вглубь себя. Это же работа. Надо честно смотреть на себя, какой ты есть на самом деле, выкорчевывать свои страсти, признавать свои недостатки. Ну, это мало кому понравится. Именно поэтому Господь говорит, спасайся, малое стадо. Вот, давайте об этом сегодня задумаемся. Субтитры создавал DimaTorzok